геннадий владимирович здравствуйте да я всех приветствую вас первую очередь но и всех нас видит слышат желаю победы хорошего настроения так и будет обязательно тем более поводов у нас предостаточно вот сегодня хочу с вами их обсудить как с человеком многоопытным который был много лет внутри системы вы полковник фсб в отставке вы четыре созыва были депутатом государственной думы русской российской более того вы еще и были замом комитета по госбезопасности там и уже несколько лет как вы находитесь в европе потому что вы вынуждены были уехать из россии так как критиковали власти и в общем-то спасаясь от ареста вы если я не ошибаюсь 19 года уже оттуда уехали имел имел неосторожность пойти кандидатом в депутаты в мосгордуму всех посадили никого не допустили всех посадили но я уехал за час до ареста благодаря старшему сыну который почувствовал ты в 7 утра уезжаешь 8 за мной уже пришли а меня уже нет но отделался легким испугом старая школа опыт и нет 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 это сын вот у него интуиция политически не подвела он понял что двоих гудкова готовится арестовать игр слушай кто-то один должен свободе я помоложе ты давай уезжай ты мне будешь помогать не у него осознанно совершенно пошел в тюрьму но попросил чтобы я этого не повторял подвига дмитрий молодец конечно видите еще и в этой ситуации тоже и так я хочу с вами начать с темы псевдо референдумов которые путин объявил на оккупированных временно оккупированных украинских территориях вот завтра эти преступные референдумы заканчиваются скажите и что будет дальше вот что он дальше будет делать потому что сми писали о том что он объявит военное положение что закроет полностью границы для выезда всех мужчин какая по моему закрыт почти практически какая будет в любом случае в любом случае до закрытия границ я думаю что остались считанные часы считанные часы вот мне искренне жалко всех тех кто не успеет покинуть страну я обратился через твиттер конечно и ну не только через твиттер к органам власти стран соседей чтобы они ускорили этот процесс поскольку на 10 людей судьба решается либо в тюрьму либо обогреть руки крови там самому стать грузом 200 серьезный выбор серьезный выбор и в общем-то конечно многие люди просто пребывают в абсолютном шоке что касается что будет вот вот понимаете у путина есть план у них есть план они планы безумные но они есть для чего эмоции референдумы нужны но и не только для имитации уборной деятельности чтобы все думали что чего-то решается он же все-таки он конечно безумен но он наполовину безумен вот одна часть ума у нее какая-то еще сохранилась а другая уже в общем-то пошла в разнос и вот той частью которая еще не пошла в разнос он прекрасно понимать что референдум и вот последующие как из ружья в решении всех органов власти присоединить территории у него начинается типа как он сам себе дает право и ядерного шантажа цивилизации человеческой демократического мира он не сейчас его начнет он сейчас обозначает потому знаете что он позавчера или вчера по моему заявил о том что у нас там ядерное оружие там держите меня 8 человек а то не дай не вдай бог я чё с ним сделаю правда он получил жесткий ответ пока заткнулся но в общем то вот этим референдумом он заканивает так для себя он же формалист у него уже знаете вот здесь пунктик на всякий на всякую подрость должна быть бумажка вот у него это есть в крови но видимо не знаю может мама его так воспитала в школы или не знаю кто еще вот питерские подвороте на каждую подрость должна быть бумажка на всякой радость на всякое преступление должна быть бумажка и он сейчас обкладывается этим бумажками для того чтобы последний этап войны имеете право шантажировать дарят скажу так осторожно шантажировать мир ядерным оружием коего у него к сожалению около шести тысяч боеголовок различного типа 6000 штук вот просто вы вдумайтесь в эти слова из них там больше трети стратегической остальные все тактической оперативно-тактической отличается и только одним мощность взрыва под и все значит он готовится к последнему этапу своей войны а сейчас он объявил мобилизацию он готовится к предпоследнему этапу войны или может быть он надеется что все-таки этот этап даст возможность заключить мир у него есть четкий план у него есть план истощить терпение украины истощить терпение всего мира зима перебои с газом рост цен какие-то волны и недовольство странах выборы перевыборов вчера там в италии стояли свой брат опять в город ускорник пришел в правящую коалицию да они надеются кремле на какие-то там переменные какие-то чудеса на какие-то старые связи и прочее он виктор орбан не подкачал же самое так сказать последняя шлюха европы виктор орбан даю там чего вообще сейчас вы знаете решение вес вступить вернее пустить в европейскую зону кровать кровати в болгарии и румынию и один из аргументов там германия принимала решение говорят ну типа смотрите болгария румыния страны которые заняли очень четкую позицию которая в общем-то европейская вот действительно общая позиция венгрии помягче сказать колеблется находить более точное но очень матерное слово абсолютно точно отражает позицию венгерского руководства вот и то есть сейчас по венгрии вообще люди думают в европе они не предложили им покинуть добровольный состав европейского союза не ломать и стройный строй из строя стройные ряды цивилизованную европейского сообщества вот поэтому конечно вот он надеется на всякие какие-то чудеса и он вот бросая в бой десятки и сорки сколько наберет мобилизация предусматривает около миллиона три волны примерно по 350 по 300 тысяч ну по 350 они плановое задание делать там спускай 350 360 понимаешь что не наберут ну даже если беру 250 или там 300 все равно получается очень большая цифра и а вот это у них план такой три волны вот три волны мобилизации первая волна спущена на уровень руководства руководства предприятий всех форм собственности мне они отписывают там пишут жалуются делятся 5 процентов установили отличного состава работников предприятий должны быть мобилизованы вот первые волны 5 процентов ну по проценту мужчин в основном мужчин конечно пойдут на фронт хотя женщины тоже идут это примерно вот там грубо 72 миллиона занятых в экономике грубо умножаем на 5 процентов получаем 36 тысяч вычитаем каких-то работников воронного комплекса каких-то чину уж там особо важных и особо нужных или никому не нужных и никому не важных вот ну то есть 300 они рассчитывают выйти на этот цифр кто-то сбежит тот спрячется но хорошо 280 и 270 тысяч они попытаются мобилизовать и бросить на пол для чего это путин дел а у него задача как я сказал истощить терпение вот просто простая арифметика украинской армии вооруженной силы проявляя героизм мужество отвагу и грамотно тактику и стратегии перемололи за 6 за 7 даже месяцев войны ну предположим 50 тысяч я знаю что там считают больше ну по 60 у него 50 60 не суть важны а теперь посчитайте за какое время будет перемолоть и еще предположим 100 тысяч ну даже если предположить что они хуже подготовлены хуже выражены хуже обучены а у нас будет больше оружия западного вас будет больше оружия западного да ну грубо говоря эти 100 тысяч уйдут за те же там четыре-пять месяцев правильно ну так вот прияли люди же ведь не будут готовы как барана ждать когда на иголу хамер совпадет они будут учиться они будут там как-то что-то делать там оборонный комплекс работает в три смены по субботам и воскресеньям они там производят пусть не очень качественно не очень прочные снаряды мины стволы то сказать там огнеметы минометы и прочее прочее все это идет на фронт все это там выполняет потери и конечно там как то они будут все вооружают как-то они будут экипировать так они будут так кого-то кормить как чего-то понятно все плохо и кубоконько все это с воровством с раздолбайство с разгильдяйством с российским бортаков но тем не менее вся эта армада будет находиться на фронте, и ее надо перемолоть. Сколько в Украине потребуется перемолоть еще 100 тысяч? Наверное, примерно столько же времени. Поэтому Путин сейчас, план номер один, первый этап, не первый этап, а вот сейчас, данный этап, затянуть войну до предела, чтобы кончилось терпение. Чтобы людям замолились, как на Западе, скажут, ну все, украинцам, ну вам столько помогли, столько сделали, ну давайте, черт с ним, мы садим за Солоперегор, мы отдайте им хрен с ним, там Донбасс, Луганск, черт с ним, пусть он только подавится, пусть он выводит войска отсюда, и Крым не трожьте, пока, потом разберемся, потом у него отнимем. Он ждет вот этого. Почему он больше готов к следствию за Солоперегор, хоть сейчас? Да, он готов. Имея за собой там 20 лишних процентов оккупированной территории, Крым и так далее, потом потом готов поторговаться. Украинскими территориями с Украиной. Но второй этап он готовит, если вдруг что-то пойдет не так, как он предполагает и как он надеется, второй этап. Шантаж ядерным оружием. Сильное средство. Мы не знаем, чем кончится. И почему этот будет шантаж оружием? По одной простой причине. Ну, вот грубо говоря, ему, что так погибать, что так погибать, что свои порвут, потому что Акела промахнулся или обосрался, уж извините за непарламентское выражение, что американцы шабанут ядерным оружием по бункерам. Может, там даже и быстрее. Ну, не знаю. Ну, хотя, думаю, что примерно одинаково. По болевым ощущениям. Геннадий Владимирович, хорошо. То есть, по сути, вы говорите о том, что на данном этапе... Я включу телефон к блоку питания, к Водоркасску. Там интересный момент у нас с вами пропадет. Изображение. Враги нас не возьмут. Все хорошо. Геннадий Владимирович, скажите, по сути, вы сейчас говорите о том, что на данном этапе речь о применении ядерного оружия реально не идет. То есть, это может быть через 4-5, ну, это если 100 тысяч, через 4-5 месяцев, а их 300 первую волну мобилизуют. То есть, еще что около года или чуть больше года он будет пытаться затягивать время и просто бороться теми средствами, которые есть, без применения ядерки. Ну, если не будет какого-то такого же совсем полного поражения, полной деградации армии, полного бегства и так далее, я думаю, что он будет балансировать на применении обычных средств. Я думаю. Я не Господь Бог. Я не такой-то там выдающийся военный эксперт. Я просто, так сказать, предполагаю, как вы сказали, из своей многоопытности, предполагаю, что такой будет сценарий. И это его является планом. То есть, он пока не хочет наверняка погибать от ядерного удара, а здесь он еще повоюет. Я хочу... Да, я хочу... Мы про ядерное оружие поговорим чуть позже обязательно и подробно. Я хочу сейчас сказать вот что. То есть, если по его логике, а вы говорите, что у него есть планы, логика, почему он вообще эти референдумы... Преступные затеи. Потому что это... Почему он объявится, скажет? А теперь это наша территория. Так вот... А у нас такая концепция. Если на нас нападают, если затрагивают наши институционные интересы, как написано в доктрине по безопасности, которая принята Советом Безопасности, сертифицирована всеми этими шапками и шапками, мы теперь имеем полное право для себя, мы так решили, применить ядерное оружие. И если вы, не дай бог, будете диакупировать Херсонскую, Запорожскую и, не дай бог, там Луганскую и Донецкую область, мы шаманем вам ядерное оружие. Вот что, собственно, ожидается, когда будет перемолота армия. Кроме этого и до этого, учитывая, что Россия член ОДКБ, стоит ли ожидать, что он сейчас пойдет в какое-то заседание по ОДКБ и, собственно говоря, попытается привлечь другие страны члены ОДКБ? Да нет, но ОДКБ умер. ОДКБ умер. Отправьте из Украины веночки, цветочки или траурные ленточки. Это будет хорошая, так сказать, похорона, потому что его давно надо было похоронить. ОДКБ. ОДКБ помер. В Беларуси аннексировано, де-факто. Казахстан повернулся к Путину вот этим самым местом, не очень для него приятным. Да, Пашинян, Пашинян, думал, 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 потом приехал Нэнси Пелоси и армянский народ встретил ее как родную, как будто, так сказать, сюжет ждал. И я думаю, что процесс обретения без гарантии безопасности Армении теперь не будет увязываться с Россией. Я очень на это надеюсь. Я очень даже хочу, чтобы американцы понимали важность отторжения, а нет, неправильно не сказал, не отторжение, а важность перехода Армении в цивилизованные сообщества демократических стран все-таки помогли Армении обрести без гарантии безопасности территориальной ценности. Ну, НАТО и Соединенные Штаты Америки. Поэтому ДКБ умер. Все, отправляйте ленты, цветы и траурные надписи. Хорошо. Искренне сожалеем, жалко, что не раньше. Вот примерно такого содержания. Остановимся конкретно на Беларуси. Не, искренне рады, жалко, что не раньше. Сто процентов. Потому что все-таки с Беларуси у нас больше тысячи километров общей границы, к сожалению. Конечно. И сегодня визит Лукашенко к Путину. Скажите, пожалуйста, стоит ли Украине ожидать уже широкомасштабного нападения со стороны Беларуси, потому что фактически он участвует и так, Лукашенко я имею в виду, в войне против Украины с первого дня широкомасштабного вторжения. Но все-таки широкомасштабного. И что сегодня Путин хотел от Лукашенко, какие указания ему давал и будет ли это Лукашенко выполнять? Я думаю, что нет. О чем они говорят, понятно. Нам даже не нужно быть каким-то большим знатоком российско-белорусских отношений, чтобы понимать. Путин хочет додавить Беларусь, а Лукашенко боится, что это и произойдет. У них противоположие прямо противоположные цели. Поэтому Лукашенко нужно еще выцелить деньги у Путина. И так, чтобы мне, извиняюсь за рожение, не отдаться. Пофлиртовать и в самый последний момент отказать. Ну, извините, я говорю простым, понятным человеческим языком. Вот они там такую партию сейчас и разыграют. Глазки поставят, сейчас там Лукашенко талию обнажит или какую-нибудь там до бедра что-то такое. Ну, извините, но главное, что мы не можем с вами так посуждать. Ну, где-то такое будет. Ну, я вам хочу сказать, я думаю, что уже давно перешло от конфетно-букетного периода за их многолетние отношения. Не-не-не, невеста очень строптивая. Постельные сцены какие-то. Нет-нет, она его постоянно кидает. То голова болит, то на работе нагрузка большая, то спать очень хочется. Вот как-то пока это проходит Лукашенко. Ну, извините, так сказать. Так что там не то, что букетно-конфетный, да, уже этого нет, а наоборот такой, какой бы, так сказать, поздней супружеской жизни такой, когда, в общем-то, все осложнено другими факторами. Вот, поэтому, конечно, Путин хочет забрать окончательный бесповоротный Беларусь под себя. Ну, хоть что-то. Спаршивые овцы, хоть шерстный клон, да, не удалось создать СССР 2.0, не удалось затянуть Украину, убежал от него Казахстан, ушла Грузия, и, в общем-то, ну, хоть что-то, да, Армения там не менжуется, если они как-то, так сказать, между огней различных находятся, ну, давай хоть Беларусь прихапаем. А Лукашенко понимаешь, если он сейчас прихапает Беларусь и бросит двое его силовиков, то конец Лукашенко наступит гораздо быстрее, чем он предполагает. Ему тоже не хочется помирать, несмотря, так сказать, на то, что пожил достаточно уже долго. Поэтому вот такая сейчас там будет прелюдия и окончательно, так сказать, уже мизансцены разыгрываться, и мне кажется, что Путин опять проиграет. А я, знаете, в чем думал? Потому что Лукашенко, он дурак-дурак, но и не идиот. Он же понимает, что Путин проиграл, он же понимает, что Путин капец. Ему же так кайф, это все объяснило на Питерском форуме, когда он открыто послал Путин дальше, чем российский корабль был послан, и куда же ему теперь одеваться-то? Такая там всем сигнала, что все. Путин проиграл, Путин с Путином в устраивании отношений никакого смысла нет, оно себе дороже. Поэтому Лукашенко тоже понимает. Ему сейчас как-то продлить, как-то агонить, деньжат попросить, что-то такое, пообещать, наврать три короба и опять уехать с этой встречи с денежкой в кармане. Ну, вот, я думаю, что оно так и будет. Мне кажется, не додавит Путин. Нет у него сейчас такой силы. Нет у него никакого влияния. Но обводить себя сил оккупировать Беларусь и там всех подчинять, он сейчас не может. Поэтому мне кажется, есть хорошая новость во всем этом, что Украине, я, конечно, призываю расслабляться и недооценивать подлости Путина и его режима, но мне кажется, я могу ошибаться, в данном случае не хочу ошибаться, но мне кажется, что Украине не стоит опасаться широкомасштабного вторжения с использованием белорусских силовых структурах. Во-первых, немного, а во-вторых, они все-таки не идиоты. Они еще с мирным населением повоевать готовы за батьку своего, который их кормит. Ну, не батька, конечно, упырь кровавый. А вот чтобы ввязаться в войну со страной, которой в четыре раза ее больше, ну, как бы так сказать, это оно, в общем-то, совершенно без перспективы для белорусов. Тем более народ не поддерживает. Потому что это точно можно понимать, что если неизвестно в какую сторону оружие-то развернется потом. О ядерном оружии России. Геннадий Владимирович, раз уж вы взялись проводить ликбез по отношениям Лукашенко с Путиным, хочу у вас спросить такой ликбезный путеводитель в плане применения ядерного оружия стратегического и тактического. Как это происходит? Потому что мне там много рассказывали о том, что это несколько этапов, несколько людей. Но, к счастью, это пока не происходит. Да. Проглавлю вас на слове. У Путина, конечно, конечно, и мы надеемся, что этого никогда не произойдет. Но, тем не менее, учитывая ситуацию, мы должны это обсудить. То есть, я так понимаю, что у Путина, это не то, что у Путина на столе президентском его какая-то красная кнопка, он ее нажал и вот все произошло. То есть, это какая-то процедура. Вот как эта процедура выглядит? И может ли быть где-то на каком-то этапе сбой? Ну, я не такой оптимист, чтобы думать, что произойдет сбой. Эта процедура, конечно, она там имеет несколько ступеней. Ну, во-первых, так, есть развернутые дивизионы, ракеты, там, есть ракеты на подводных лодках на боевом дежурстве, но нет ракет на самолетах, потому что они стоят на приколе. А вот баллистические ракеты в шахтах на боевом дежурстве, так называемые. Это стратегические, вы уже имеете в виду. Стратегические, да. И подводные лодки баражируют, так сказать, воды мирового океана с ядерным оружием на борту. У них там свои особые связи, в том числе подводном режиме есть, там через определенные инфразвуки, глубинные все эти передатчики инфразвуковых сигналов и так далее. Вот. Это вот две самые боевые части подлодки и баллистические ракеты. Они, конечно, все на кодах. Они все на кодах. Вот, допустим, там Путин дает команду, да, поступает кодированный сигнал на командный пункт, там его должны обработать генеральный штаб, который подтверждает это. Если генеральный штаб уничтожил, там идет автоматическая процедура запуска этих не ракет, а выдача команд на пусковые установки. И оттуда уже идет сигнал на пусковые установки, там тоже, по-моему, два ключа, его командир у кого-то еще, и эта вся хрень взлетает, и уже ее дальше уже не остановить. Что касается тактического оружия ядерного, насколько я знаю, что большая часть находится на складах. Их два, по-моему, федеральных склада, и там несколько таких меньшего значения. А где эти склады находятся? Мы знаем? Да все знают это, но я просто сейчас не помню места, погуглите вам там все. Сейчас в мире очень мало сыграет и осталось. с этим складом любое движение за этим боеголовками и с этим боеголовками работают не медленноцежно. Речь идет только о том, которые на постоянном боевом дежурстве они могут залететь процедуре. вот, но в основном, конечно, стратегическое оружие было, дежурство находится, ну, как сказать, оружие возмездия, оружие нанесения неприемлемого ущерба противника, как говорится. В тактическом оно на складах большей части, но, наверное, какую-то небольшую часть можно там втихаря где-то там вывести. Как в этом анекдоте, когда там пьяный майор Иванов сказал, что нет, не две ракеты осталось, а еще восемь, потому что по пьяни ошибся. Ну, есть такой анекдот там. Не знаю. Есть, есть такой военный анекдот. Ну, расскажите. Да нет, я там, ну, я там не помню, что там, в общем, короче, когда там пускали ракеты друг на друга, в общем, когда уже все запасы ракеты серпан, появился пьяный майор Иванов, им говорят, последние две ракеты, почему последние? У меня еще Шук-6 там ошибся по пьяни. Он говорит, вы не майор Иванов, а генерал Иванов. Ну, есть такой анекдот военный про наш бардак, столько наподобие. Не важно. Важно, что, конечно, можно со складами в небольшом количестве эти боеголовки потихонечку умыкнуть, но я имею, конечно, с согласия и поручения генерального штаба, большие перемещения они будут сразу заметны. Может быть, и эти будут заметны, но, в общем-то, наверное, там, тихоря можно как-то умыкнуть что-то и где-то применить одну, две, три ядерные боеголовки тактические. Но это сразу, надо понимать, получишь ответку. Получишь ответку. Вот по поводу ответа. Сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если Путин, не дай Бог, применит ядерное оружие в Украине, то последствия будут ужасными, он сказал, для Путина, для России. Что он имел в виду? Вот вы говорите, что они жахнут сразу же по бункеру Путина, то есть, они знают, где он, или по Кремлю, что это может быть? Я слышал, ну, во-первых, есть предупреждение британцев. Британцы же не сняли свое предупреждение и сказали, что если применено будет ядерное оружие, Путин, в Британии, не дожидаясь никаких там совещаний, заседания вместе с своим союзниками применим тут же немедленное ядерное оружие в ответ. Британцы сказали. Никто не снимал это предупреждение, никто не дезавуировал его. Я думаю, что его предупредили слушать, что у нас есть такие же заряды, не меньше, и не слабее. И мы знаем, где ты находишься. Куда бы ты ни поехал, я бы ты ни был, мы от тебя достанем. Лучше помирать, помирай. Вот. Но должен понимать меру, степень, глубину, ответственности и прочее, прочее, прочее. А китайцы тоже его предупреждают. Ты уже не первый раз, а Синцепене говорит мягко, и говорят на другом уровне. И статьи появляются китайские прежде, что я типа обо-бо, а ты не прячешься, потому что современные заряды, там все эти вот эти бункеры, которые они у нас там есть, там глубина 300-350 метров, вот где-то примерно так. Понятно, что там скальные, породу креплено, все там хорошо, все сделано. Но они уже, вот китайцы написали, что проникающие ядерные заряды поражают бункеры на глубине до двух километров. Специально была статья в одной из передовиц, ведущей китайской газеты, так, чтобы, как говорится, наши не пропустили случайно. Не где-то там в подвале какой-то, а вот прям вот на первой странице, на первой главной газете вот эта статья была. Чтобы в России понимали, что такие заряды уже есть. Поэтому вам еще рыть, ребята, и рыть еще ваши бункеры. Не успеете отрыть, как это все пролетит. Вот поэтому, конечно, все предупреждают его и говорят, что, в общем-то, ну, ответное время, сколько там в ракете лететь после того, как будет принята команда на ответный ядерный удар, 20 минут пролетит. Плюс там принять решение, плюс оценить и прочее. Ну, через часик его грохнут. После того, как он применит ядерное оружие, по крайней мере, мы об этом заявили. Вот. Примерно так. То есть, ну, ты можешь, да, пустить ракету, но ты должен понимать, что через час ты погибешь. Если не дай бог, это произойдет. Я так понимаю, что войска НАТО в Украину тут же войдут, чтобы дальше уже НАТО помогало нам конкретно, да? Не хочу никого пугать, есть при условии, что Украина не будет в это время зоной полного радиоактивного поражения. Тогда войдут. Нет, конечно, такие деньги невозможны, нет, с точки зрения науки и прочих, но многие районы могут представлять угрозу для любой живой силы. я надеюсь, что это не произойдет. Давайте, мы оброзком не будем. Я думаю, что... Конечно. Да, да. Ну, в общем-то, в общем-то, Чернобыль показал, что даже вот спустя 40 лет, когда там Советы о российской подхоты, российские войска или окопы под подури, да? Наши командиры безбашненные, солдаты вообще ни черта не понимают. Все на соломах хоть к ногам привязываясь с сильной соломой, они вырыли окопы в лесу Чернобыльского. А что такое радиоактивное излучение самое долгое? Они в частице протоны. Они же самые разрушительные силы имеют. А они там миллионы лет разломаются, сотни лет, тысячи лет разлагаются, распадаются. Вот они там нарыли этих окопов. Даже вот Чернобыльская небольшая авария показала, что активное заражение, оно тяжелая штука. И там в общем-то людям делать нечего, где летают там все эти протоны недораспавшиеся. Хочу поговорить о бунтах в России. Уже не только возможных, а и тех волнениях, которые есть. Русские СМИ сейчас сообщают, что 165 тысяч уже мобилизовали. На фоне этого, что мы видим? Ну, Дагестан поднимается. Мы следим... Дагестан не поднимается, Дагестан гудит. Гудит. Мы следим за развитием сейчас. Мы видим, что в Иркутске призывник убил, ну, я не знаю, он убил или он в реанимации в тяжелейшем состоянии. ВНКОМа. Другие случаи. Скажите, пожалуйста, учитывая то, насколько из лоскутов соткана сама Россия. Я вот, вы знаете, я вчера сидела еще раз, открыла карту России. 17 миллионов километров квадратных, 11 часовых поясов. Такие разные там республики, краи, там, что-то еще, области автономные и так далее. И, учитывая то, что они не могут ладу, да, да, ты, ну, в украинском есть такое хорошее выражение, они не могут привести в порядок все эти земли, которые имеют, чтобы люди там по-человечески жили, они еще, эти козлы, уроды с оружием лезут к нам, им мало все территории, они лезут еще в другие территории, в суверенные страны. Да прекратите, вы что думаете, правда, что Путин территория нужна? Не, у него чешется имперская амбиция, он хочет... У него чешется, у него имперская амбиция уже, у него другое чешется. А что у него чешется? Ну, он же понимает, что Украина-то и угроза номер один не военная, а моральная для его режима. Ну, Украина не имеет таких ресурсов, не имеет того, всего, пятого, десятого, а правительство вроде там меняется и прочее там, а начинает жить лучше России. А ему сейчас 140 миллионов скажут, Боб, ты что там лапсу на уши вешаешь? Он посмотрит, украинцев ругаешь, что у них там то плохо, это плохо, с утра одно на телевизоре играть, а они живут лучше, у них гораздо все нормальнее. Посмотри, они там и без мисс ездят, и кое-се, пятьдесятых. Вот он этого боялся, ему нужно, ему территорию там, извиняюсь за решение, насрать. Что там думаете, он с какими территориями что-то делает там, развивает их, что-то, ну посмотрите, превратились в такие ванклавы, там жуткие, Донбасс и Луна. Ужас. Ужас. Да ужас. А что с Крымом, что намного лучше, что ли? Да он к чему не приказается, все в дерьмо превращается. Ему не это нужно, ему нужно удержание власти. Украина – это всего лишь способ удержания власти и снятие угроз для этой власти. Вот разгромим украинцев, ликвидируем их хорошей жизнью, разгромим инфраструктуру, разбавим города, пусть мучаются. Пусть живут. Не мы сделаем так, чтобы мы будем жить лучше, а сделаем так, чтобы соседи жили хуже. Вы не понимаете принципы? Геннадий Владимирович, учитывая то, что у него в руках вся пропаганда, и он ее закрутил по максимуму, учитывая то, в каком состоянии находятся русские, и вот мы это сейчас увидели, да он бы еще мог жить, никто бы никуда не обращал внимания. Жили бы в своем дерьме и продолжали бы жить. Поэтому я в смысле не понимаю. Вы не понимаете. У них же жизнь улучшилась, когда война началась, намного. Они не вышли на улицу, сказали им. Вы не понимаете вот этого менталитета угнетенного народа, не понимаете менталитета Путина. А тут у нас с вами ошибки будут. У Путина, Украина, я сказал, угроза. Как только Украина начинает жить лучше, его могут свергнуть. Зачем же ему подвергать себя, свою власть, риск, чтобы его свергли из-за того, что Украина живет лучше. А война, это прекрасный способ, по крайней мере, на первых парах укрепить, поднять вот этот вот квасной патриотизм идиотов, больных, шизофрения, вот этой великодержавной. Вот он это делает. Он думал, что он сейчас будет победителем. Одной левой Украины получит. Когда-то в 1905-1994 году к чему на Японию война с Японией была развязана? Считали, что Япония слабая страна, мальчик для избиения, сейчас мы у них тут отожмем, сейчас тут побьем, флот на дно пустим. А оказывается, ни хрена. И получили по полной программе по морде. И флот весь потеряли, и портантур потеряли, и все потеряли, и 78 тысяч потеряли, да еще там куча в плен. Вот и получилось, что потом русская революция, когда там была обида на царя, на то, что он оказался бездаром, слабаком и бруном. И Путин тоже выбрал Украину и считал, что он там одной левой. Они же не даром там, откуда термин спецоперанции-то? Он действительно искренне думал, что сейчас быстренько-быстренько, разве можно это назвать войной, то, что за неделю заканчивается. Отсюда вот этот термин, отсюда вот эти вот его, что там в Киеве, возьмите, не забудьте парадную форму, ребята, когда пойдете на Киеве. Отсюда. Он же хотел этим укрепить власть. Он же не ожидал, что такое будет сопротивление. Он же не ожидал, что Украина уже не та. Он же не ожидал, что такая сплоченная нас. Он же не ожидал, что Запад весь и коллективный станет в ее сторону. Что будут санкции, о которых даже оппозиция в самых смелых мечтах розовых, она даже не могла мечтать, на российской оппозиции. Даже не могли до войны вообще думать о том, что это вообще возможно. А это оказалось не только возможно. А это вообще, как говорится, беспрецедентный случай в мировой истории. Никогда такого в мировой истории не было, как сейчас. И вот Путин, начиная войну против Украины, он рассчитывал на быструю победу, на укрепление власти, на ликвидацию вот этой угрозы, когда его начнут обвинять, чтобы вот и совсем нас разорил. А посмотри, там, ребята, так сказать, в Киеве как живут. Не тебе черта, хотя у них ни черта по сравнению с нами нет, а живут они намного лучше. Ты что с настрой сделаешь? И этого его, он очень этого боялся. Ну и плюс у него еще личные мотивы, как меня там в 14-м году кинули, я Витю Януковичу слал миллиарды, миллиарды, миллиарды. Нас кинули, нас развернули, нас обманули, обещали войти в Союз. Я теперь уже никогда не войду в историю. И тут еще вот личная обида, личные эмоции. Я же сказал, что у меня от половины ума она уже вышла из зоны здоровья. Он уже на половину больной, психологией, психически. Вот. Но вот этой половиной ума у него еще была вот эта эмоция, обида на Украину. Он считал, что украинские элиты его кинули, обманули, подвели, предали. У него же это все атернологии там, криминальные. Он же был главный идеолог войны против Украины. Но ему не нужны территории. Вы что думаете, им правда, что территории нужны? Да он с этим не справляется. Но я об этом... Ему территории нужны как инструмент. Торга, показания, что он что-то там прихапал. А эти дурачки вот эти, вот эти великодержавные. А у Крым теперь наш, Крым наш. Ребята, да вы отдали 15-17 тысяч квадратных километров Китаю. Тихонько. И никто из вас не вякнул. 17 тысяч квадратных километров при новой демократационной линии отошло Китаю. Все эти островы Даманский и так далее, где там всякие сражения были в 60-х годах. Броня крепкая, и танки наши быстрые. Они может и быстрые танки, крепкая броня. Только это уже все китайское. Включая половину реки. Там посчитали люди, сколько-то с квадратных километров отдали больше, чем Крым. И никто не вякнул за этих патриотов. А потому что к телевизору не сказали, что их, так сказать, превратили в терпилка, да, как там, ну, у меня все крутятся в уме совсем народные слова, они не приняли. Да, пожалуйста. Не подойдут для нашей. Подойдут. Не подойдут для нашей. Ну, хорошо, я буду иметь в виду. То есть, эти квасные патриоты, эти вот эти великие державные имперцы, они легко отдают 17 тысяч квадратных километров за 14 тысяч квадратных километров Кипра, фу, Кипр. Крым, теперь вот это, теперь гордость на все века. Идиоты. Давайте продолжим линию Дагестана. Есть ли еще республики, территории, края, вот области, в которых сейчас у Путина могут возникнуть проблемы, потому что люди не захотят так массово по мобилизации идти на убой? Ну, если только буряты поднимутся, если они там в состоянии еще друг друга найти на необъятных просторах в Бурятии. Да нет, но на самом деле антивоенное настроение, антипутинское настроение нарастает в стране, и они нарастают довольно быстро. Я не исключаю, что какой-нибудь Хабаровск взорвется с Дальнего Востока, ну, и как взорвется, в смысле, вот, выплеснется эти эмоции в каких-то действиях. Кавказ будет продолжать, безусловно, там есть Ингушетия, там есть другие республики Кавказские. Где еще мог нарастать настроение? Не знаю, может, на северах где-то, но на северах вряд ли. Может, центральной полосе, там, типа, Чуваши, Мордовия, Мордовия в меньшемстве, может, Чуваши, Татарстан, там, Башкиры, что-то там подниматься против вот этой насильственной мобилизации. Ну, там, где, в общем-то, есть более-менее сложившиеся национальные такие республики, где эти есть настроения, они могут быть реализованы через, типа, восстановление национального самосознания. У нас же, понимаете, что такое националистическое движение и взгляды, это все форма борьбы за привилегии, бюджеты и так далее. Поэтому эту форму можно использовать. Я не исключаю, что там, может быть, что-то возникнет. Но, в принципе, может возникнуть где угодно. Вот, я просто вспоминаю, все время говорю, кто такой знал в России о поселке Кондопога? Да никто, кроме тех, кто там жил. А когда там полыхнул, они узнали все. Там просто власти тогда удалось остановить эту волну, да, насилие и рукопашность, стенка на стенках там, но могли не остановить. А вот кто они знал? Да никто. Может, любой какой-то, любая эмоция может выступить детонатором взрыва. Может, это к нему повести или нет? Зреет, 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 пороховая масса, она накапливается, накапливается, а потом появляется какая-то эмоция, уступает детонатом, все это, чертой мать, разлетает вон. Вместе со всей властью, вверх тормашками. Может это привести к чему-то или нет? Это обязательно к чему-то приведет. Это предтеча краха путинского режима, то, что мы сейчас с вами видим. Предпосылки для этого накапливаются. Предпосылки для этого накапливаются, они каждый день накапливаются, но, к сожалению, мы с вами знаем, что страны и народы способны очень долго терпеть. Вот премьер Иран, вам, пожалуйста, сколько они там терпели? 40 с лишним лет, 50 почти. Чем неуспешнее Путин в войне с Украиной, чем больше у него поражений, тем громче звучат голоса тех, кто обсуждает смену Путина и преемника Путина. Или тех, кто придет против его воли, сместив его, или тех, кто якобы с ним согласован. Ну, давайте несколько таких примеров обсудим. Сейчас говорят о том, что Патрушев мог ездить в Китай, чтобы согласовывать с китайцами нового преемника в роли своего сына вместо Путина. И это якобы согласовано с Путиным. Не верю. Вот то, что если против его воли сместят, да, шарфик, табакерка или необитаемый остров вместе с Толиной или с кем там захочет провести остаток своих дней, но я в это еще поверю. А чтобы по его воле передать власть, никогда не поверю. Потому что все это кончится тем, чем обычно заканчивается. Ну, вот, пример Такаева, он не самый, он, вернее, очень яркий, он, может быть, не самый там кровавый, разрушительный, но очень яркий. Вот, когда мне рассказывали серьезные казахи, ну, я так говорю, граждане Казахстана, про Такаева, они говорят, Гена, да просто забудь ты эту фамилию, это вообще ничто и ни о чем, это вообще даже никак, у человека нет ничего там, никакого не стержня, ни амбиций, ничего, да забудь, по-режнему там вместе Назарбаев, что он скажет, что он все там на целом бегает перед ним, ничего у нас не поменялось. Это мне убеждали в том числе там и люди из власти казахской, из там всяких структур политических и так далее, предприниматели, ну и что, и где этот Назарбаев, а он он такая, красавец, управляет большой страной, крестил из этого клана Назарбаевых, ну, вроде там договорились, чтобы там не устраивать стенку на стенку. Не будет Путин никакому добровольному преемнику передавать власть, не будет. А не добровольно может Патрушев плести за его спиной интриги, чтобы поставить своего сына? А не добровольно может кто угодно плести, сейчас особенно любой может приехать в штат или найти контакт или послать своего самого надежного, самого доверенного представителя, который его не сдаст, потому что цена жизнь для любой такой игры и скажет, мы убираем Путина, а вы нам дайте городе безопасности спокойно выехать из страны. Любой. Нарышкин, Патрушев тот же, кто там еще? Пригожин, обсуждают Пригожина, причем Пригожина так стали пиарить на государственных каналах. Пригожина нет. Это может быть Кадыров и Пригожин с кем вообще не будут договариваться. Я думаю, что с Патрушевом еще могут договариваться, но только ни с Пригожином, ни с Кадыровым. Но, во-первых, они и не могут. Ни Кадыров, ни Пригожин, они не могут сместить Путина никаким образом. А вот такие люди, типа Патрушев, типа такого, близкий ему, Патрушев, не знаю, Сеечен, кто угодно, из его когорта, из его обоймы, но те могут получить индульгенцию. Запросто. Вот если противоволят, ну, то есть, грубо говоря, если мы идем речь о дворцовом перевороте, о смене вот такого власти, запросто. Любой может получить такие гарантии от Запада, и любой может претендовать. Но он не на власть будет претендовать, а на безопасность. А власть без Путина никто не удержит. А в это вообще не верят. Что придет, какой-то скажет. Вы знаете, вот был путинизм с путинским лицом, нехорошим, очень подлым, крысинным. А теперь мы построим путинизм с человеческим лицом. Вот вы верите в это? Путинизм, что кто-то поверит, что будет строить Путинизм. Он потерпел поражение. Ну вот, поэтому я не верю, что кто-то возьмет на себя миссию, или миссию, миссию, попытаться построить, удержать путинизм, заявить о том всем странам, всем этим, всем людям, всем 140 миллионам, что я, дескать, буду строить путинизм с человеческим лицом. Но нет, конечно. Но без Путина это все развалится. Развальится, потому что вся система на него заточена. Вот абсолютно вся. Я все время говорю, они уничтожили не только оппозицию, любую там, системные, не системные, как ее называют, конструктивные, а и все уничтожили. Но они еще свое уничтожили все. Тех своих людей, которые мало-мальски там могли быть какими-то там проводниками мыслей, идеями, могли быть коммуникаторами с народом и так далее. Вы посмотрите на губернатский корпус. Господи, плакать хочется. Это же ужас какой-то. Эпоха мыши, серых мышек и этих безликих винтиков. Вы губернат, вы знаете сейчас кого-нибудь? Ну, они, я уверена, миллионеры, миллионеры. Давайте, я отлыню тебя от вопроса. Вы губернат, знаете, можете сейчас... Я российских слава богу нет. Вот и слава богу и не надо их запоминать потому, что у них нет лица. Есть только у Беглова, но у него лицо как-то уже идиот похоже на него. Я знаю одного уголовника, который похож на уголовника, не помню, как его зовут, он еще недавно заявил, что, ну, чистый уголовник, знаете, такой, гопник из 90-х. И он недавно заявил, что он очень хочет пойти на фронт, но он же губернатор, за него же люди голосовали, не может их бросить. А так бы пятки поспекали. Может, Дегтярек, дайте этому, Господи. О, Дегтярек, точно. Но он не уголовник, он банщик Железеновского, так сказать, напарник по банке Железеновского. Вот оно куда. Ага. Дегтярек, но который там Хабаровск целый год. Да, 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 все понятно. Все-таки они этого врачка протолкнули на губернаторский пост. Вот ему надо уйти на фронт и не мучить людей с присутствием. Хабаровск. Хабаровск и его и поднимутся. Вы сказали важное про оппозицию либеральную. А скажите, вот сейчас, казалось бы, почва уже, вот она готовится для протестов, для всего. А где сейчас либеральная российская оппозиция? Почему она не пытается взять власть в свои руки? Кто в тюрьме, кто в могиле, остальные в эмиграции. А как можно взять власть в моей... В Брюсселе мы должны брать власть в Берлине, где еще там, в Париже. Нет оппозиции. Все она уничтожена. Либо физически, либо, как бы так сказать, географически, не знаю, что там территориально. Нет никого. Но остался Женя Ройзман один и тот под арестом. Остался Илья Яшин в тюрьме, Володя в тюрьме, кто там у нас? Андрей Гевар в тюрьме, Боря Немцов в могиле, там много людей другого калибра в могиле, не все фамилии их знают, там Ихнаткин, да много там человек уже погибнул. Очень много сидит. Смотрите, сколько ребят сидит, сколько там уголовных дел возбуждено. Больше 200 дел только уголовных по антивоенной статье. Сажает вот эту взяли Ивана, как и Сафронов, Сафронов, да, и посадили на 20 лет, может ли, 24 года. Вот она там оппозиция, здесь вот перед вами оппозиция онлайн. Я видела, что российские пропагандисты получили откос от мобилизации, потому что якобы они работают на суперважных должностях и на суперважном направлении. оборонная промышленности, оборонная промышленность, ложь, провокации, значит, клевета и так далее. Это вот то, что производит сейчас путинская пропаганда. Это оборонная продукция. Но у них же у многих есть дети призывного возраста, я имею в виду парни, и у основных пропагандистов, плюс дети у политического руководства нынешнего российского, опять же, призывного возраста, сыновья. А они пойдут на фронт, ну, если сравнивать уже, Путин же себя любит там как-то со Сталиным, сравнивать его культ возрождает, но у того воевал сын, реально воевал на фронте, а здесь они своих сыновей отправят на ту войну, которую они развязали, кровавую, которую они принесли в дома украинцев? Ну, если бы я не понимал, что этот вопрос надо задать для зрителей, я подумал, что у меня троллит. Вот. Поэтому, ну, раз мы вопрос для зрителей задали, я отвечаю, конечно, нет. Никто из них никуда не поедет. У какого сыновья призывного возраста давайте перечислим? Я не знаю. всех найдутся сногели, внуки призывного возраста. Но они никуда не пойдут. Нет, но может быть среди них найдутся какой-нибудь там пара, тройка, так сказать, больных на голову, они скажут, я пойду защищать кого-то там, дворцы Путина и яхты Сенчина. Может быть. Или наши яхты пойду защищать. Наше право грабить народ. Вполне возможно. Но это будет добровольно. Это будет единичный случай. А так никто никуда не пойдет. Вы понимаете, что у нас? Как это же? Вот сейчас написали в сети кто-то там адвокаты не допускали какому-то там задержанному за протесты. И когда сказали, а почему? А там замначальника делала полиции сказал, а после 21 сентября в стране больше законов нет. Ну, нет законов. В каком право они туда пойдут? Нет законов такого, чтобы брать детей в высокопоставленных тенок? Нет такого закона. А вообще законов нет. Вот эти пусть идут, потому что мы это хотим, а наши пусть сидят. Зато сейчас военкомы, ну, кого-то призывники расстреляют. Сидят дома, в хорошем смысле этого слова. Конечно, они не по 10 лет же в тюрьме. Так вот, я хочу сказать, что зато сейчас военкомы. Кто-то в могилу пойдет, кого расстреляют, а кто-то очень сильно обогатится и станет тоже миллионером, потому что я так понимаю, что в Москве, в Питере уже просто бизнес пошел. Там пишут о том, сколько сейчас стоит, чтобы откосить от армии, ну, вернее, от мобилизации тех, кого призывают. Почему военкомы должны пойти в могилу? Военкомы пойдут... Ну, вот один уже первый пошел. Но это исключение, которое подтверждает правду. Ничего с военкомами не произойдет. Они миллионерами станут, миллиардерами, потому что сейчас там бизнес целый на откашивание от армии существует уже весьма дорогой, ну, либо пойдут на повышение, кто выполнен план и разнарядку. Их ждет хорошая судьба. Временно. Ну, до того момента, когда все это на счет рушится. Так что военком не переживайте за них. Ну, одному не повезло, остальным там нескольким тысячам. Читайте, что повезло. Это их время. Геннадий Владимирович, хорошо, что не повезло Путину, как только он решил переступить эту черту и развязать широкомасштабную войну. Потому что я убеждена, что это его роковое решение, которое разрушит не только его власть, а и Россию в нынешнем виде, как государство фашистское. К сожалению, да, к сожалению, это так. Я говорю, к сожалению, то, что он совершил ваталии, то, что он исчезнет, это хорошо, а вот то, что он разрушит огромное государство и нанесет депрогим ущерб народам, это плохо. Спасибо большое за интервью. Было очень интересно. Взаимно. Спасибо. Слава Украине. Героям слава. Спасибо.